Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы разберем задание, предлагавшееся восьмому классу на муниципальном этапе в Республике Татарстан в 2021 году. Задача 8.1. Моторная лодка прошла от пристани Борисова вниз по течению до пристани Гуськова, а через некоторое время обратно вверх по реке до пристани Борисова. Средняя скорость лодки на всем пути была равна v, а время стоянки в Гуськово составило 1 десятую времени всего путешествия. Чему равна скорость лодки в стоячей воде, если она больше скорости течения реки в 3 раза? Считать, что лодка движется вверх и вниз по течению равномерно, а скорость течения реки не меняется. Нарисуем рисунок. Вот у нас река, течение идет слева направо, здесь у нас Борисова, здесь Гуськова. Общее расстояние между Борисовым и Гуськовым, ну допустим, С. У – это у нас скорость лодки в стоячей воде. Соответственно, скорость течения, согласно условиям, в 3 раза меньше. То есть у делить на 3 – скорость течения. Ну и что у нас получается? Получается, что из Борисова в Гуськово мы идем со скоростью равной сумме этих двух скоростей. То есть вот туда мы идем со скоростью 4 третьих у, а обратно идем со скоростью равной разности скоростей. То есть 2 третьих. Получается, у нас мы нашли скорость туда и скорость обратно. Еще нам известно, что в Гуськове мы останавливаемся на 1 десятую времени всего путешествия. Время всего путешествия у нас Т – это весь путь разделить на среднюю скорость. Весь путь – это 2s, потому что за s мы обозначили расстояние между пристанями. Делить на среднюю скорость v. Соответственно, время остановки у нас 2s, деленное на 10v. Ну или s, деленное на 5v. Можно и так. Стало быть, остальное время, то есть из 2s, деленное на v, нужно вычесть 1 пятую s, деленное на v. Это получается 9 пятых s, деленное на v. Остальное время наша лодка потратила на путешествие, собственно, туда и обратно. На путешествие вниз по течению она потратила время s, деленное на скорость 4 третьих u. А на пути обратно – s, деленное на скорость против течения 2 третьих u. Ну и дроби переворачиваем и приводим к общему знаменателю. 3s, деленное на 4u, плюс 3s, деленное на 2u. Общий знаменатель у нас 4u, то есть нужно умножить на 2. И получается 9s на 4u. Что мы видим? Девятки сокращаются, s сокращается. И мы получаем, что скорость u равняется 5v, деленное на 4. Вот с такой скоростью у нас шва лодка. Задача 8.2. В большой ванне с водой плавает цилиндрический пенопластовый стакан, до краев заполненный водой, погружаясь на 75% своего объема. Мальчик Паша стал аккуратно на тонкой ниточке по одному опускать в стакан алюминиевые грузики. Емкость стакана равна 210 кубических сантиметров. Масса одного грузика 9,5 грамм. Какое максимальное число грузиков Паша сможет опустить, чтобы не утопить стакан? Плотность пенопласта равна 50 кг на кубический метр, плотность алюминия 2700 кг на кубический метр, плотность воды 1000 кг на кубический метр. Нарисуем стакан, который полностью заполнен водой и плавает, погружаясь на 75% своего объема. Не забудем про то, что у стакана есть некие весьма толстые стенки. Поэтому картинка будет примерно вот такой. То есть вот здесь у нас вода и снаружи тоже вода. Ну а вот это вот все, это у нас пенопласт. Ну так вот, нужно записать условия плавания. Для этого нужно ввести массу стакана. Допустим, m это у нас масса пустого стакана. То есть масса, собственно, пенопласта. Что мы видим? Емкость, которая дана в условии задачи 210 кубических сантиметров, это объем воды, которая находится сейчас в стакане. У стакана есть еще стенки, поэтому объем стенок, объем стенок, это масса стакана, разделить на плотность пенопласта. То есть на 50 кг на кубический метр. Далее, объем воды, объем воды у нас 210 кубических сантиметров по условию. Весь стакан целиком у нас погружается на 3 четверти своего объема. То есть имеется в виду суммарный объем, конечно. Поэтому, что мы получаем? Если мы хотим найти силу Архимеда, действующую на наш стакан, чтобы потом записать условия плавания, нужно плотность воды умножить на 3 четверти суммарного объема. 3 четверти, объем пенопласта, плюс емкость стакана. Вот у нас объем погруженной части. И умножаем на ускорение свободного падения. Это будет сила Архимеда. Сила тяжести, действующая на стакан, это, естественно, суммарная сила тяжести, действующая на пенопласт и на воду, содержащуюся внутри. То есть МЖ плюс РО воды, объем воды на Ж. Ну и поскольку у нас наш пенопластовый стакан плавает, то я приравняю силу тяжести силе Архимеда и посмотрю, что из этого получится. У нас условия плавания. И записываем РО воды, 3 четвертых, масса делить на плотность пенопласта и на Ж. Это я скобки сразу раскрываю, чтобы потом с этим у меня не было трудностей. Ускорение свободного падения у нас отовсюду сокращается. Более того, слагаемая, содержащая емкость стакана, вот эта и вот эта, тоже можно немножко подсократить, потому что здесь коэффициент 3 четвертых, там коэффициент 1. Ну а все, что касается массы стакана, неизвестной, которую нам очень хочется найти, то эту массу нужно перекинуть налево и вынести как общий множитель. И у нас получается, если здесь вынести 3 четвертых, плотность воды разделить на плотность пенопласта. Если сюда перенести будет со знаком минус и при вынесении останется только минус 1. Ну а с этой стороны будет 1 четвертая, плотность воды, емкость стакана. Ну и теперь на скобочку нужно разделить, и мы получим выражение для массы стакана. А подставив числа, мы, собственно говоря, найдем, чему равняется масса стакана. Ну давайте это проделаем. Масса это 1 четвертая, плотность воды на емкость стакана разделить на 3 четвертых, отношение плотностей воды и пенопласта минус 1. Считаем. Сверху у нас получается плотность воды умножить на емкость, это 210 грамм. Если взять 1 четвертую от 210 грамм, ну половинка это 105, еще половинка это 52,5. Теперь знаменатель. Плотность воды 1000 килограмм на кубический метр, делим на 50 килограмм на кубический метр, получается 20. 3 четверти от 20 это 15, минус 1 это 14. Ну и соответственно делим 52,5 на 14. Ну это больше 3, но меньше 4. Ну если быть точным, ну давайте просто столбиком поделим. Будет 3,42. Дальше будет 7,98. И здесь 70 это 5. То есть получается 3,75 грамма масса стакана. Ну вот, массу пустого стакана мы нашли, осталось разобраться с грузиками. Для этого я сотру все что ниже. Что нужно помнить, когда мы кидаем грузики, вода, которая находилась в стакане, частично выливается наружу, потому что стакан у нас заполнен до краев. А раз так, то суммарный объем того, что находится внутри стакана, он неизменный. Ну и вообще суммарный объем стакана как такового, вместе со стенками, он не меняется. Но меняется объем погруженной части. И естественно мы не будем экспериментировать и говорить давайте погрузим 1 грузик, 2 грузика, 3 грузика, 4 грузика. Нет, так конечно никто делать не будет. Мы сразу погрузим n грузиков и найдем такое n, при котором стакан будет погружен полностью. Таким образом, что мы с вами получим? У нас с вами внутри находится n грузиков. Раз внутри у нас теперь n грузиков, то объем собственно воды, объем собственно воды, новый объем воды со штрихом, это будет старый объем минус объем грузиков, который мы туда накидали. По закону Архимеда у нас вода вылилась. n масса грузиков делить на плотность алюминия. Но не забываем, что на место воды, вытесненной, собственно у нас сами грузики пришли. Поэтому, когда мы будем считать суммарную массу, массу самих грузиков тоже бы неплохо учесть. Что же у нас получается? Получается, что сила Архимеда новая, это будет плотность воды, но теперь мы берем, что цилиндр погружен полностью, то есть его объем погруженной части, это будет собственно объем всего цилиндра, то есть объем стакана плюс объем воды. Можно сказать, а почему объем воды, когда тут часть воды вылилась? Нет, имеется в виду внутренний объем, он-то не поменялся, какая разница, что там внутри. И умножить на g. Сила тяжести новая. Это будет mG, ну как и в прошлый раз, плюс n на массу грузиков. И на g, ну то есть мы накидали n грузиков, и поэтому у нас на них тоже действует сила тяжести. И плюс сила тяжести действует на оставшуюся воду. То есть плюс ρ воды, объем воды минус n масса грузика, деленная на плотность алюминия, и это тоже умножить на g. Ну и условия плавания у нас, естественно, выглядят точно так же, что сила Архимеда в новом, в своем обличье равна новой силе тяжести. Приравниваем и смотрим, что у нас из этого получится. На самом деле, конечно же, ускорение свободного падения опять сокращается. Более того, теперь я знаю массу пустого стакана, и тем самым я могу очень многие вещи здесь просто посчитать, и не надо мучиться с какими-то вычислениями. А найти нам нужно, собственно, n. Ну вот давайте запишем то, что у нас получается, и подставим там, где это можно число. Получается ρ воды, деленный на ρ пенопласта, на m, g сократился. Дальше ρ воды на емкость стакана. Здесь будет равно m, дальше плюс n на массу груза, плюс ρ воды емкость стакана, опять, то есть ее можно сократить и тем самым не считать. Хотя с ней нет никаких особых проблем. Я делю, чтобы было видно, что это разные формулы. Вот получается у нас такая штука, и эти два слагаемых сокращаются. Таким образом, все, что касается количества грузиков, у меня и так справа. Я вынесу только общий множитель. А все, что касается массы стакана, слева будет, когда я перенесу вот эту массу. Таким образом, мне нужно решить уравнение. Давайте сотрем лишнее. И у нас получается m умножить на плотность воды, делить на плотность пенопласта минус m. Это я перенес с противоположным знаком. Ну а здесь, соответственно, будет n на массу грузика, вынес, единица, минус плотность воды, разделить на плотность алюминия. Ну и теперь я могу найти n. У меня получается n. Массу выношу. Плотность воды делить на плотность пенопласта минус 1. Разделить на массу грузиков. И 1 минус плотность воды разделить на плотность алюминия. Подставим числа. Масса стакана, как мы уже выяснили, 3,75 грамма. Плотность воды, это у нас 1000. Плотность пенопласта 50. Поделим, получается 20 минус 1, 19. Масса грузика 9,5 грамм. Ну и здесь, соответственно, плотность воды 1000, плотность алюминия 2700. 1000 делить на 2700, это 10,27. 1 минус 10,27. 17,27. Ну здесь 19 и 9,5 друг на друга делятся, получается 2. 3,75 умножить на 2, это получается 7,5. 7,5 умножить на 27 и разделить на 17. Берем калькулятор и считаем. Сколько здесь у нас получится? Получается примерно 11,9. Хочется сразу в ответ написать число 12, округлив данное значение до целого. Но это неправильно, потому что если вы положите больше, чем мы насчитали, то ваш стакан гарантированно утонет. Поэтому округлять надо в меньшую сторону в данной задаче, а не в большую. То есть правильный ответ в этой задаче 11 грузиков. Задача 8.3. В высоком теплоизолированном сосуде, разделенном тонкой вертикальной перегородкой на две неравные части, находится слой воды высотой 10 см при температуре 12 градусов Цельсия. Площадь сечения широкой части сосудов в два раза больше площади сечения узкой. А между перегородкой и дном есть небольшой зазор. Смотри рисунок. В широкую часть сосуда налили керосин при температуре 75 градусов Цельсия, так что верхняя поверхность керосина оказалась на высоте 21 см от дна сосуда. Определите установившуюся температуру жидкостей в сосуде. Удельная теплоемкость керосина равна 2100 джоули на килограмм на градус Цельсия. Воды 4200 джоули на килограмм на градус Цельсия. Плотность керосина 800 кг на кубический метр. Плотность воды 1000 кг на кубический метр. Стенки сосуда вертикальны. Теплоемкостью стенок и перегородки можно пренебречь. Изобразим наш сосуд и перегородку внутри него. Вот наш сосуд и перегородка его делят в отношении 1 к 2. Первоначальный уровень воды в сосуде я изображу пунктирной линией. Напомню, что этот уровень отстоит от 1 на 10 сантиметров. По условию задачи. Теперь мы наливаем в сосуд керосин. Наливаем керосин в широкую часть. При этом уровень воды в широкой части сосуда уйдет вниз. А в узкой части сосуда поднимется наверх. То есть теперь уровень воды в широкой части будет где-то вот здесь. Опустится он на какую-то величину дельта h. А здесь поднимется. При этом из-за того, что вода, как и любая жидкость, плохо сжимаемая, ее объем в сосуде в результате наших манипуляций не меняется. Поэтому если здесь убыло какое-то количество воды, то ровно то же самое количество воды по объему должно прибыть слева. Если здесь площадь в широкой части сосуда 2s, а здесь просто s, то высоты должны тоже отличаться в два раза, но в обратную сторону так, чтобы объем не менялся. Поэтому объем перетекшей воды один и тот же, а высота поднятия уровня в левой части сосуда 2 дельта h. Ну и, соответственно, неплохо бы изобразить здесь керосин. Давайте его красным цветом нарисую. Давайте его красным цветом нарисую. Вот у меня керосин. И по условию задачи сказано, что высота уровня керосина 1,21 см. Давайте посчитаем, какова же высота собственно слоя керосина. Для этого нам придется вспомнить о том, как решаются задачи насообщающиеся сосуды. А именно, что помимо равенства объемов убывшей и прибывшей воды должны совпадать давления слева и справа. Ну, строго говоря, в точке перехода, то есть вот здесь. Но поскольку справа до границы раздела воды и керосина и слева до этого же места одна и та же жидкость, в нашем случае вода, то давление можно приравнивать вот на этом уровне. Ну, это математически удобнее. Что же у нас в итоге получается? Давление слева. Это будет ρ воды G на высоту столба воды. 3 ΔH. Равняется. Строго говоря, здесь надо еще добавить атмосферное давление, которое давит сверху. Но и слева, и справа у нас одно и то же атмосферное давление, поэтому оно сократится. Я его для очистки совести напишу и буквально следующим действием сокращу. Справа у нас тоже атмосферное давление, плюс давление, которое создает керосин. ρ керосина G на высоту. Высота керосина в нашем случае получается такой. 21 см – это общая высота до верхнего уровня керосина. До пунктирной линии 10 см, значит, вот это расстояние 11, плюс еще ΔH. 11 см плюс ΔH. Атмосферное давление сокращается. В оставшемся выражении сокращается ускорение свободного падения. И получается 3 плотности воды на ΔH равняется плотность керосина 11 см плюс ΔH. Нам нужно решить вот такое вот уравнение, найти ΔH. Для этого мы подставим плотности жидкостей, в нашем случае воды и керосина. Но лучше это делать в граммах и кубических сантиметрах, потому что длины у нас тоже будут в сантиметрах. Получается у нас 3, 1 грамм на кубический сантиметр ΔH. И это будет равно 0,8 граммов на кубический сантиметр, 11 см плюс ΔH. Единицы измерения все равно сокращаются, поэтому, строго говоря, было неважно, в каких единицах я этого подставлял. Ну и дальше мы получаем, что 3 ΔH равняется 0,8 на 11, это 8,8 см плюс 0,8 ΔH. Переносим, получаем 2,2 ΔH равняется 8,8 см. Ну и поделив, находим, что ΔH это 4 см. Таким образом, у меня поднятие воды произошло слева на 8 см, опускание справа на 4 см. Ну и находим отсюда высоту керосина. Высота керосина, как мы знаем, это 11 см плюс ΔH. То есть наша высота керосина, это будет 15 см. Ну а теперь, после того, как я нашел, чему же равняется высота свого керосина, нам нужно записать уравнение теплового баланса. То есть мы знаем, сколько у нас керосина в системе, мы, в общем-то, знаем, сколько у нас воды в системе, записываем уравнение теплового баланса и находим установившуюся температуру. Температуру я сотру в предыдущей выкладке и запишу уравнение теплового баланса. Теплоемкость воды, масса воды. Массу воды, конечно, можно посчитать и по этой картинке. Нет проблем. Но гораздо удобнее ее посчитать по изначальной картинке, потому что количество воды в сосуде не поменялось. Масса воды, это будет плотность воды на ее объем. А ее объем можно посчитать как площадь суммарная в сосуде 3С на начальную высоту 10 сантиметров. Ну, согласитесь, что так проще, чем складывать вот этот объем с этим объемом. Далее. Начальная температура у воды у нас 12 градусов. Конечная температура всей этой системы у нас неизвестна. Поэтому T, установившаяся, минус 12 градусов Цельсия. Равно. Теплоемкость керосина, плотность керосина. Керосин находится только в правой части сосуда, поэтому здесь площадь 2С. А высота керосина, как мы выяснили, 15 сантиметров. Ну и дальше 75 градусов начальная температура, минус T установившаяся. И что же мы видим? А мы видим, что произведение 3С на 10 сантиметров и 2С на 15 сантиметров. Это одно и то же выражение. Вот так. Не специально получилось, но тем не менее. Поэтому можно их сократить. Подставить теплоемкости, подставить плотности и решить получающееся уравнение. Стираем. Предыдущие вычисления. И находим, чему равняется температура. 4200 джоулей на килограмм на градус. Это теплоемкость. Плотность воды. Вот здесь все в килограммах, поэтому пускай будет тоже в килограммах. Умножить на T установившийся минус 12 градусов равняется теплоемкость керосина по условию 2100 джоулей на килограмм на градус. Плотность керосина 800. Ну и соответственно температура. Упрощаем. Ну, во-первых, сокращается у нас все единицы измерения, кроме градусов. Во-вторых, 4200 и 2100 сокращаются. Здесь получается просто 2. В-третьих, 2 нуля тоже можно подсократить. И на самом деле можно сократить вообще на 4. Если сократить на 4, то 20 делить на 4 это будет 5. T установившийся минус 12 градусов. Ну, а здесь будет 2. 75 градусов минус T установившийся. Ну, вот, собственно говоря, это уравнение надо решить. Ну, более-менее понятно, что надо делать. Надо раскрыть скобки и найти требуемую температуру. Получается 5T установившийся минус 60 градусов Цельсия равняется 150 градусов Цельсия, я раскрываю скобки, минус 2T установившийся. Переносим 7T установившийся равняется 210 градусов Цельсия. Откуда мы находим, что T установившийся 30 градусов Цельсия? И это ответ на вопрос задачи. Задача 8.4. На двух опорах лежит однородный стержень массой 450 грамм. К концам стержня подвешены два разных куска льда с массами 400 грамм и 100 грамм. Конструкцию осветило солнце, и обе льдинки начали одновременно таять. Скорость таяния большого куска равна 1,4 грамма в минуту. Скорость таяния маленького – 1 грамм в минуту. Первый вопрос. Чему были равны силы давления стержня на опоры до того, как лед начал таять? Второй вопрос. Через какое время после начала таяния кусков льда конструкция опрокинется? Длина стержня в три раза больше расстояния между опорами, относительно которых стержень лежит симметрично. Смотри рисунок. Ускорение свободного падения принять равным 10 ньютон на килограмм. Изобразим наш рычаг. Вот он у нас лежит на двух опорах. Здесь расстояние L, здесь расстояние L, здесь расстояние L. И здесь висят наши льдинки. Рассмотрим сначала первую ситуацию, когда лед еще не начал таять. То есть, здесь у меня масса M1 400 грамм, а здесь масса M2 100 грамм. Приложим силы, действующие на наш рычаг. Их здесь пять штук. Ну, во-первых, две силы реакции опоры, N1 и N2. Сила тяжести, действующая на рычаг. Она приложена к его геометрической середине. И весы наших грузов. То есть, сила, с которой тянет левый груз M1G. И сила, с которой тянет второй груз M2G. Вот у нас получается такая картинка. Соответственно, запишем условия равновесия рычага. Во-первых, сумма всех сил, действующих вверх, и сумма всех сил, действующих вниз, должны быть равны. Поэтому запишем N1 плюс N2 равняется M1 плюс M2 плюс M большое на G. И можно просто подставить числа, известные из условий задачи. Это масса 400 грамм, это масса 100 грамм, это масса 450 грамм. В сумме 950 грамм. Или 0,95 килограмма. Умножаем на ускорение свободного падения. Получается 9,5 ньютон. То есть, сумма двух сил реакции опоры это 9,5 ньютон. Теперь нужно записать второе условие. Это правило моментов. Относительно какой точки записывать правило моментов, в общем-то, не имеет большого значения. Можно записать относительно левой опоры точки O. Можно относительно правой опоры. Можно относительно центра рычага там или еще какой-нибудь другой точки. Я запишу относительно левой опоры, просто для определенности. У нас есть силы, которые пытаются закрутить рычаг против часовой стрелки. Это сила M1G и сила N2. И есть две силы, которые пытаются крутить наш рычаг по часовой стрелке. Поэтому, когда мы будем записывать правило моментов, это нужно учесть, когда будем расставлять знаки. Ну и, соответственно, что у нас получается? M1G плечо L плюс N2 плечо L. А здесь будет M большое G плечо L пополам. Ну и M2G плечо 2L. Таким образом, L сокращается. G не сокращается, но это не страшно. Мы можем N2 отсюда просто посчитать. Это будет M большое G пополам. Плюс 2M2G минус M1G. M заглавное пополам это 225 грамм. 2M2 это еще 200 грамм. Итого 425. Минус 400 получается просто 25 грамм. И умножаем на G. Ну 25 грамм это 0,25 килограмм. Умножаем на G. 0,25 ньютона. 0,25 ньютона. Ну и, соответственно, N1 из полученного выше равенства равно 9,25 ньютона. Ответ на первый вопрос получен. Теперь нам нужно получить ответ на второй вопрос. У нас под действием солнышка лед тает. Причем вот этот кусочек льда тает со скоростью μ1 1,4 грамма в минуту. А вот этот кусочек льда тает со скоростью 1 грамм в минуту. Да, скорость левого больше. Но масса левого кусочка льда изначально была в 4 раза больше. А скорость отличается не в 4 раза, а заметно в меньшее число раз. На 40% всего. Поэтому быстрее растает правый кусочек. А левый останется еще целым. Это во-первых. Во-вторых, при таком раскладе получается, что у нас, если рычаг когда-нибудь и опрокинется, то он опрокинется вот так, налево. Но ни в коем случае не направо. Поэтому нам нужно поймать тот момент, когда он начнет опрокидываться. А как понять, когда он начал опрокидываться? Очень просто. Правая опора перестает действовать на рычаг. То есть сила n2 превращается в 0. Поэтому мы можем точно так же записывать правила моментов. Но теперь n2 равняется 0. Ну а соответствующие массы льдинок нужно пересчитать с учетом того, что они тают. Итак, записываем правила моментов еще раз. Причем относительно той же самой точки. Я ее как раз и выбрал для удобства. Итак, что у нас получается? m1 минус, тайне происходит вот с такой скоростью, значит, минус μ1t. То есть через время t масса нашего куска льда будет меньше. g, l. Далее. Момент силы n2 отсутствует. Сила отсутствия силы n2. Значит, это равняется m большое g, l делить на 2. Потому что плечо здесь l пополам. Ну и плюс, плюс, m2 минус μ2t, второй кусочек льда, тоже тает, g на плечо 2l. То есть все то же самое, что и в первом случае, только массы другие и сила n2 пропала. g у нас сокращается. В отличие от предыдущего случая, l сокращается. И я получаю уравнение на t. Ну, единственное, что мне нужно сделать, это все, что касается t, перенести налево. А все, что t не касается, перенести направо. Ну, давайте это сделаем аккуратненько, чтобы ничего не потерять. m1 минус μ1t равняется m заглавное пополам. Ну, и таким образом, поделив на скобку слева, я найду, чему равняется время. Ну, давайте посчитаем. Здесь суммарная масса 225 грамм плюс еще 2425 минус 400, это 25 грамм. Мы это уже считали, я еще раз просто посчитал. 25 грамм. А здесь получается 2 минус 1,4. То есть получается 0,6 грамм в минуту. Таким образом, время, в течение которого произойдет переворот, это 25 грамм разделить на 0,6 грамм в минуту. Ну, давайте посчитаем, сколько это будет. Это будет 250 на 6. 240 на 6 это у нас 40. Еще 10 на 6 это будет 1 и 4 шестых. То есть 41,2. Конечно, так не очень хорошо писать, поэтому лучше записать так. 41 минута и 40 секунд. Это ответ на второй вопрос задачи. Продолжение следует...